В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Отмена бесплатных завтраков и групп продленного дня в саровских школах. Депутаты обсуждают бюджет на следующий год. Рассрочка на два года. Саровчанам предлагают погасить задолженность по капремонту. Осенний карнавал 2018. В нашем городе завершились соревнования по художественной гимнастике. Далее расскажем обо всем подробно. Бюджетный процесс продолжается. И на очередном заседании профильного комитета депутаты рассмотрели муниципальные программы на следующий год. Их остается 14. И формирование расходов бюджета велось именно на их основании. В 2019-м на программы предусмотрено 90% от общего объема расходов. Подробности далее. В проекте бюджета на следующий год не предусмотрены средства на финансирование бесплатных завтраков и групп продленного дня. С 1 января за это будут платить родители школьников. По словам директора департамента финансов Любови Марковой, Саров единственный в регионе город, где бесплатная продленка все еще существует. Воспитатели групп продленного дня до 2019 года, я говорю про город Саров, сколько мы могли, мы их, как говорится, заработную плату, воспитатели групп продленного дня платили за счет бюджета. Ну, я имею в виду субвенции, наши же, говорится, средства. Но когда есть приказ Министерства образования, где четко написано, что никаких воспитателей групп продленного дня не предусмотрено, штат их убрали. Такая же ситуация с бесплатными завтраками в школах. Они сохранились только в Сарове. Но с 1 января, так же, как и во всей области, будут отменены. Впрочем, не для всех. В проекте бюджета предусмотрены средства на финансирование питания для отдельных категорий граждан. 3 миллиона – это субвенции на двухразовое питание ОВЗ и 11,5 – это предусматриваются расходы на питание малообеспеченным и по детей из многодетных семей. Детально все 14 муниципальных программ депутаты обсудят на ближайших заседаниях комитетов. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Начались работы по сносу бывшей наркологии по улице Зернова. Это последнее здание барачного типа, которое оставалось на территории нашего города. За два месяца рабочие подготовят площадку для строительства нового жилого дома. В октябре была определена компания, которая построит на этом месте пятиэтажный жилой дом. Проект нового здания пока находится в стадии разработки. Известно, что застройщик будет обязан продать городу 30% квартиры в новом доме по цене 34 тысячи рублей за квадратный метр. Приступить к строительству дома планируют в начале следующего года. К другим новостям. Ежемесячно платить взносы на капитальный ремонт общего имущества обязаны граждане в соответствии с жилищным кодексом. В случае неуплаты собственнику придется возместить весь объем долга, а также пение и судебные издержки. До 1 января будущего года должники могут подать заявление о предоставлении рассрочки на погашение долга. Для этого необходимо обратиться в офис Саровской биллинговой компании или к региональному оператору. По закону не платить за капитальный ремонт в России могут только те собственники, чьи дома попали в реестр аварийного жилья. В Сарове таких домов нет, а это значит, что все собственники жилья на территории нашего города обязаны вносить плату за капитальный ремонт. С неплательщиками у регионального оператора разговор особый. Какая же ответственность наступает у неплательщиков? Сегодня неплательщики обязаны оплатить не только за должность по капитальному ремонту, но и обязаны оплатить пение, которое начислено будет за тот период, за который они накопили задолженность, и плюс еще судебные издержки. В администрации города подчеркивают, должников по капитальному ремонту в Сарове немного – 15-20% от общего числа всех собственников жилья. И чтобы в Новый год должники вступили без долгов, региональный оператор создал некую форму амнистии. Региональный оператор объявил о том, что он предоставляет рассрочку по уплате взносов за капитальный ремонт. Для того, чтобы оплатить рассрочку, нужно заключить соглашение с региональным оператором. Такое соглашение можно пойти и заключить с помощью биллинговой компании. Чтобы получить рассрочку, необходимо предоставить копию паспорта, копию правоустанавливающего документа, копию квитанции ЖКХ за последний расчетный период, а также заполнить соглашение о предоставлении рассрочки по погашению задолженности за капитальный ремонт. За более подробной информацией можно обращаться в биллинговую компанию Сарова по адресу улица Духово, 4 или по телефону 503-84 и 625-57. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горожанам расскажут о способах совершения мошеннических действий, формах и методах противодействия им. Планируется, что до 18 декабря весь личный состав Саровской полиции совершит поквартирный обход жителей города. Кроме того, полицейские проведут разъяснительную работу на предприятиях и в общественных местах. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В областном главке запустили горячую линию, по которой можно сообщить о коррупции в рядах сотрудников госавтоинспекции. Звонки от граждан принимают по номеру 8 831 30 268 68 68. В полиции напоминают, что в уголовном кодексе прямо прописана ответственность как за получение взятки, так и за попытку ее дать. Нарушителям грозят не только штрафы, но и реальное лишение свободы. С 1 по 10 декабря в Сарове пройдет «Декада инвалидов». По этому случаю учреждения культуры нашего города подготовили обширную информационно-просветительскую программу. Саровчане смогут посетить выставки и мастер-классы, с экскурсиями побывать в самых интересных и необычных местах. Также в рамках «Декады инвалидов» пройдет целая серия благотворительных акций. Подробный перечень мероприятий, которые можно будет посетить в начале декабря, опубликован на сайте sarov24.ru. Саровские лыжники завоевали сразу две золотые медали. На всероссийских соревнованиях в Сыктывкарской лыжне наш город представили воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» Мария Казикаева и Петр Седов. Мария одержала безоговорочную победу в гонке свободным стилем, опередил ближайшую конкурентку на 40 секунд. Петр Седов также пришел к финишу первым, обойдя конкурента на 2 секунды. Ученики 13-й школы победили в практическом туре Международной Олимпиады школьников. Участники демонстрировали свои знания по семи дисциплинам – химии, биологии, математике, русскому и английскому языку, географии и физике. За победу боролись 18 команд из Нижегородской, Ростовской, Тверской, Тульской областей, Ставропольского и Краснодарского края, а также представители Белоруссии и Казахстана. Саровчане привезли домой призовые места в личном и общекомандном зачете. Лев Дедешко был настоящей звездой Ейской гимназии номер 14. Из третьего в пятый класс мальчик перешел экстерном, учился на отлично и сразу же включился в олимпиадное движение. Лев становился призером и победителем в 48 международных и всероссийских олимпиадах. В 2015 году мальчик трагически погиб. В его честь на родине каждый год проводят Международную Олимпиаду школьников. В этот раз на интеллектуальном состязании наш город представляли ученики школы номер 13 под руководством учителя математики Людмилы Кузнецовой. Во-первых, и задания Олимпиады значительно отличаются, например, от Всероссийской Олимпиады школьников, в которой они также принимают участие. Кроме того, это возможность пообщаться с детьми из других городов, проявить какую-то свою креативность, уникальность, потому что заданий творческих было очень много, от изобретения космолета до написания письма космонавтам. Шестиклассник Владислав Владимиров стал лучшим в своей возрастной категории по физике. Этот предмет Владислав только начал изучать, однако уже добился высоких результатов. Мальчик получил диплом первой степени и медаль. Ну вообще я пришел на физику просто проверить свои знания, и вот так вот получилось. У меня есть старший брат, который занимается физикой, и я иногда смотрю, что он проходит. Софья Богомолова учится в шестом классе. На Олимпиаде в Ейске девочка завоевала диплом третьей степени по географии. Этот предмет Софья изучает второй год. Для нее участие в этой Олимпиаде – дополнительный стимул совершенствовать свои знания. Задания по географии были, не сказать, сложными, просто мы это не проходили. Сидели мы по отдельности, поэтому никто не мог помогать друг другу. Сейчас ребята готовятся к конкурсу робототехники. Под руководством учителя информатики они изобрели робота, который будет помогать с уборкой на кухне. В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается один из самых светлых и теплых праздников – День Матери. Каждый год воспитанники объединений молодежного центра готовят концертную программу и творческие номера, которые посвящают самым главным людям своей жизни. Концерт воспитанники объединений студии молодежного центра готовили сами. Писали сценарий, подбирали номера, чтобы в канун праздника порадовать своих мам. На вечере подвели итоги городского фотоконкурса «Свет материнской любви». С каждым годом количество участниц творческого соревнования растет. В этот раз организаторам прислали более ста работ. Фотографии оценивали в пяти номинациях. Где мы постарались отразить маму, женщину вообще в разных образах. То есть номинации есть такие супермама, где мама может быть без ребенка на фотографии. Ну, допустим, в какой-то очень оригинальной профессии или занимающаяся каким-то видом спорта. «Моя мама лучше всех», где ребенок показывает свою любовь к маме. Кстати, в этой номинации у нас в этом году больше всего работ. Елена Севцова уже второй раз входит в состав жюри конкурса. Она отмечает, что любое подобное соревнование оценивать всегда тяжело. «Работы все очень творческие, очень интересные, яркие, красочные. И достаточно тяжело было их оценивать. По крайней мере, тяжело было выбрать одну работу. Потому что работ было действительно очень много хороших, красивых и приятных, которые хотелось бы как-то поощрить». Екатерина Бегаева неоднократно принимала участие в конкурсе, становилась призером. В этом году она победила в номинации «Супермама». Екатерина воспитывает семилетнего сына. Быть матерью для нее – самое главное в жизни. «Этап, в который я вступила, и теперь это все для меня. Это растить ребенка, делать из него достойную личность, помогать ему стать личностью. Для меня это все». Победу в других номинациях одержали Татьяна Шкретова, Анна Кузнецова, Наталья Тараканова и Ольга Пономарева. Все фотографии, представленные на конкурс, можно посмотреть в группе Молодежного центра ВКонтакте. В ресторане «Прайм» выступил известный саровский коллектив джаз-бенд «Дяди Вовы». Ансамбль существует уже три года и неоднократно выступал на крупнейших концертных площадках нашего города. Музыканты и солисты исполнили около 40 популярных композиций. На два с половиной часа зрители погрузились в завораживающую атмосферу джазовой музыки. Звуки живой музыки наполнили ресторан «Прайм». Джаз-бенд «Дяди Вовы» превратил обычный вечер в удивительное музыкальное приключение. Узнаваемые мелодии в авторской аранжировке, уютная атмосфера «Прайма», изысканные блюда и напитки и компания хороших людей. И вот вы уже не в Сарове, а в Нью-Йорке 50-х. Мы играем и поем в основном классический джаз. И мы с удовольствием исполняем их, как у нас инструментальные пьесы и вокальные. Джаз-бенд регулярно выступает на крупнейших площадках Сарова. И у музыкантов есть свой слушатель. Джаз для людей с притязательным вкусом, который воспитывается с самого детства. В этом уверен Матвей Игнатов. Мальчик учится лишь в девятом классе, но уже смело выходит к микрофону под аккомпанемент маститых музыкантов. Джаз – это вершина исполнительского искусства. И хотя свою профессиональную деятельность связывать с музыкой Матвей не планирует, с джазом он расставаться не собирается. Петь для себя и для людей, которые знают толк в музыке – это особое удовольствие. Джаз поют только те, кто кайфут от того, что они исполняют. Кроме Матвея Игнатова, в этот вечер выступили и другие воспитанники вокальной студии «Зебра». Несмотря на молодость, все они лауреаты всероссийских и международных конкурсов исполнительского мастерства. Каждый выход вокалистов в гости ресторана встречали овациями. А организаторы концерта уверены – такие музыкальные вечера в прайме должны стать доброй традицией. Грации и пластика с юных лет. В нашем городе прошло открытое первенство по художественной гимнастике «Осенний карнавал». Своё мастерство владения телом и спортивными снарядами показали более 80 гимнасток из Сарова, Арзамаса и Нижнего Новгорода. Спортсменки разыграли медали в личном первенстве и групповых упражнениях. Подробности в следующем репортаже. Первыми право показать своё мастерство в художественной гимнастике предоставили самым юным спортсменкам. Девочки с 6-7 лет выступали без снарядов и демонстрировали зрителям и жюри правильность выполнения гимнастических элементов, а также пластику и гармоничность композиции. Ирина Ручкина всего год занимается художественной гимнастикой, но уже почувствовала, насколько это сложный вид спорта. Потому что там можно научиться садиться на шпагат, другие элементы делать. Самые маленькие гимнастки выступали под песни из любимых мультфильмов. Девочки из Нижнего решили взять за основу русский фольклор. Шпагаты, перекаты, ласточки и кувырки гармонично вписались и стали частью задорного народного танца. Сами дети музыку почувствовали, когда подбирали музыку, они сами выбрали, мы хотим под нее выступать. И больше они как-то в нее вкладываются, им больше нравится, она очень веселая такая, энергичная. Поддержать юных гимнасток пришли родственники и друзья. За кулисами справиться с волнением и вспомнить элементы помогали спортсменке постарше. Участие в открытых соревнованиях в нашем городе для сборной из Нижнего Новгорода стало уже традицией. Как только проводят соревнования, мы всегда на них приезжаем. Нам здесь очень нравится, потому что здесь теплая атмосфера. Праздник красоты и грации продолжался два дня. Мастерство гимнасток оценивали как в личном, так и в командном первенстве. Сильнейшие спортсменки получили дипломы и памятные подарки. Елена Грискова, Максим Нифонтов, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова